Приветствую вас. Вы знаете, после прочтения вашего текста у меня случилось такое довольно стойкое ощущение, что вы, знаете, вы как будто, ну, лукавитель что-ли, немножко задавая нам свой вопрос такого типа. Ага, потому что вы много, на самом деле, чего написали, да, много чего написали, много чего, значит, ну, сказали. А вот в том, что по сути, по сути, дел, вы ничего не раскрыли. По сути, ни одной, ни одной ключевой детали вы не сказали. Я поясню, что это, что это за детали. Значит, так. Ага, некоторое время назад начал встречаться с молодым человеком. Да, давайте, делайте, что я не читал заголовок вашего вопроса. Некоторое время назад стал встречаться с молодым человеком, который старше меня на 7 лет. Ну вот, сразу хочется, чтобы вы как-то определили немножко, почему, почему такая разница в возрасте между вами. То есть, вы не говорите ничего о том, что вы любите его, вы не говорите ничего о том, что у вас есть к нему чувства, вы не говорите ничего о том, как вы познакомились, как вы стали вместе быть. Об этом вы ни о чем не говорите. То есть, у вас есть просто факт. Стало встречаться с молодым человеком, который на 7 лет старше меня. Были ли у вас отношения до этого, как-то, значит, реализовывали ли вы их, были ли у вас проблемы какие-то, вот, значит, ну, в этих отношениях. Почему они у вас распали, эти отношения. То есть, ничего об этом вы не пишете, хотя это важно. Дальше. Вы говорите, он востребован на работе и его труд хорошо оплачивается. Значит, ну, во-первых, хочется сразу сказать, что, когда у партнеров такая большая разница в возрасте, да, то есть, ну, больше 50 лет, это всегда. Как правило, связано с детско-родительскими отношениями. То есть, когда, вот, вот, эдипальный комплекс, да, то есть, когда человек, маленький ребенок борется за внимание своего родителя, например. Вот вы этот период не бросили, вероятно, то есть, не сформировались, как, ну, остались на нем, на этом этапе. То есть, это вот где-то в детском состоянии. То есть, нужно разбирать ваши детско-родительские отношения, да, и, соответственно, смотреть, какие негативные моменты у вас там остались. Далее. Значит, он востребован и его труд хорошо оплачивается. Ну, вот, здесь, не зная вашего контекста вопроса, да, вот, вопрос, если вот, читать, в отрыве, что непонятно, ну, оплачивается хорошо его труд. Ну, и что? Что дальше? То есть, к чему вы это написали, да, к чему вы написали, что у него труд оплачивается, если, если вы вместе, если вы любите друг друга, если вы хотите отношения строить, к чему это? Непонятно, да? Дальше идем. Я не добилась особых успехов, но я смирилась с этим, для девочки в целом нормально зарабатываю. Ну, вот, пожалуй, такой первый серьезный момент. Я не добилась особых успехов. То есть, вы не достигли какой-то заведомо, заведомо желанной вами планки успешности. То есть, понимаете, что планка была, и она, вероятно всего, есть, я даже не сомневаюсь. То есть, у вас действительно есть какая-то планка, которую вы пытаетесь достичь. То есть, это вот именно планка успешности какой-то. Вот. А у вас не получается этой планки достичь, вы не можете этой планки достичь. И вы, как бы, смиряетесь с этим, своего рода разочаровываетесь, видимо, в том, что способны добиться какого-либо успеха. Вы сомневаетесь в этом. И вы говорите, что для девушки, для девушки я зарабатываю вполне нормально. То есть, вы откуда-то вынесли для себя такую установку, что девушки должны зарабатывать меньше, чем мужчины. То есть, то есть, для девушки нормально зарабатывать меньше, чем мужчина. Признаться, честно, я бы очень хотел, чтобы вы, ну, как-то вот, знаете, чтобы вы как-то, аргументировали этот момент. То есть, почему вы считаете, что заработок определяется таким, своего рода гендерной принадлежностью? То есть, это зависит от того, какого вы пола, вот откуда такая у вас идея. Но, при этом, при этом, вы как бы говорите о том, что, в общем-то, что вы не добились особых успехов. То есть, у вас здесь есть явное противоречие. То есть, с одной стороны, я хочу успеха, и я старался что-то делать для успеха, видимо. С другой стороны, я успехов не добилась никаких, и смирилась с этим, найдя себе оправдание, что я же девушка, и я же, собственно, вот, ну, могу не зарабатывать столько, сколько зарабатывает, например, мужчина. И на самом-то деле, на самом-то деле, в этом нет ничего такого плохого. То есть, казалось бы, ну, вы смирились с тем, что вы зарабатываете для девушки нормально. Ну, ладно, раз же смирились, то зарабатываете меньше, ну, как бы, никаких проблем с этим нет, мне кажется. Вот. Но. 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 Вы же дальше пишите. «Он многократно убеждал меня переучиться на свою сферу», то есть, он убеждал вас работать так же, где и он работает. 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 Как я понимаю. Ну, если, если я правильно понял вас, в принципе, в принципе, нормально. То есть, ну, один раз, эээ, приглашить, это, вполне себе. Ну, во-первых, вы пишите, что неоднократно, что, в общем, странно. Странно, что, неоднократно. А, ну, вот. То есть, казалось бы, какое ему дело. До, до того, где вы работаете, чем, чем вы занимаетесь и так далее. Вы же все-таки, как пара, да, вы же изначально начали встречаться, когда вы работали в разных местах. Так, почему же его это стало волновать, вот, ну, по факту сейчас, вот, на данный, на данный момент. Знаете, какая история? То есть, это очень, такой, эээ, важный момент, как, никак не видится. И, вы пишите дальше, вы пишите дальше, эээ, что, чтобы его порадовать, чтобы его порадовать. Эээ, значит, так. Я пошла на курсы по переквалификации. Вроде бы неплохо, да, то есть, все бы ничего. Но вопрос, он заключается, на самом деле, немножко в другом. Не задумывались ли вы над тем, что это, что это за человек такой, который, ммм, раб тому, что вы идете на переквалификацию? То есть, насколько вы его волнуете, насколько вы его беспокоите, насколько он заинтересован в вас, а не, например, в своем статусе, в своей успешности, ну, и так далее, и так далее, и так далее. В итоге, я почти все свободное время проходила длительные платные курсы, и последние полгода моей жизни проходили как безумные гонки над работой ними, плюс отъедали большую часть моей зарплаты. И так далее, и так далее, и так далее. Знаете, вы, вы. Вот такое впечатление, да? Как будто бы, знаете, жалуетесь, вот, жалуетесь сейчас на эту ситуацию в целом. Просто жалуетесь. Что жалуетесь, что вот так вышел, что так получается. Ну, вот так это видится со стороны. Да, это тяжело. Да, это дополнительные курсы, да, это платные курсы. Да. Это так. Это действительно так, я с вами согласен. Но, вы же по какой-то причине, вы же по какой-то причине устроились сюда, вы же начали работать в этом направлении. Вы же хотите чего-то, вы же для чего-то пошли, вы же хотели порадовать своего молодого человека. Возникает вопрос. Если вам так тяжело, то действительно ли вы хотите радовать своего молодого человека этим? Действительно ли вы заинтересованы в том, чтобы молодой человек радовался? И что это за молодой человек такой, который радуется тому, что вот вам плохо? Ну, тому, что вам тяжело. Так. Осталась ещё одна. Последняя, значит, выплата. И к Новому году я буду ощутимо впечатлена в финансах. Но, опять же, понимаете, всё здесь упирается в ваше отношение к этому. То есть, если вы делаете это для себя, да, ну, потому что молодой человек убедил вас, что это ваша профессия. Это одно. Тут как бы никаких проблем нет с этим. Если вы делаете это для него, чтобы его порадовали, то никогда вопрос. А почему вы платите такую большую цену за то, чтобы радовать своего молодого человека? То есть, вот почему вы платите такую большую цену? Для чего? Почему вы так заинтересованы в молодом человеке? То есть, что здесь есть у вас? Какой момент здесь имеет место быть? Вот. То есть, мне представляется ситуация вот именно такой. И аспект, о котором можно говорить, он, в общем-то, тоже такой. Любовь ли это? Чувство ли это? Тем более, что вы просто некоторое время пишите. Стали встречаться. То есть, не любовь, ничего. Про этого ничего не пишите. Чтобы это поправить, я нашла подработку выходного дня. Деньги небольшие, но мне пригодятся. Ну, опять же, вот, согласитесь, как-то не вяжется немножко то, что вы приняли свой заработок. А, девочки, да, ну, вот, как вот, вы, тут вы работаете, вот, за счет, тут вы работаете и зарабатываете, ну, как, как, девочка, да, вполне нормально, по вашим словам. Вот. Так вот, не очень вяжется это с тем, что вы делаете сейчас. Никак не вяжется. Значит, в сожалению, молодой человек меня смеял и убеждает не идти, а мне очень неловко признаться, что все эти оплаты курса были довольно тяжелые для меня в финансах. Из-за чего неловко? Понимаете, вот вам неловко признаться. Хорошо. Вам признаться неловко. Но если вы не доверяете ему сейчас, если вы чувствуете, что не можете доверять мужчине сейчас, кроме того, вы говорите такое слово, как «отсмеял», а «отсмеяние» это, знаете как, это, ну, это очень такое оценочное, на мой взгляд, суждение, да, то есть, как бы, если вам показалось, что молодой человек вас осмеял, то это потому, что вы сами так, ну, почувствовали, да, то есть, вас задело что-то, что-то, если вас задело что-то, то нужно понять, что именно задело вас и по какой причине, то есть, вы, говорит, именно «отсмеял», но, вообще-то, если молодой человек не знает о том, что вы испытываете финансовые трудности, финансовые проблемы, то он, естественно, говорит, да зачем? Это всё вообще, как бы, фигня и так далее, и он, в общем-то, кхм-кхм, эм, за своей позиции он прав, на самом деле, вот. А, далее вы говорите о том, что, эм, ну, ну, что вам неловко сказать ему, вам неловко сказать ему, что, что он, у вас, финансовые трудности, но, но, как же вы собираетесь с ним, эм, как бы, строить отношения, если он не будет знать о том, как его трудности дали, то есть, почему вы ему не доверяете? Если вам неловко, значит, вы не принимаете это в себе, а если вы не принимаете это в себе, ну, вот, то, что у вас могут быть финансовые трудности, если вы не принимаете это в себе, значит, вы не можете принять другого человека, а значит, в отношениях вы не свободны, а значит, вам, молодой человек, эм, для чего-то нужен, вот, по сути, по сути дела. И, вот, именно с этого момента и нужно начинать, то есть, а, для чего именно молодой человек нужен вам? Какое значение вы вкладываете в этого молодого человека, в этого мужчину, для себя, именно, какое значение, вот, конкретно, какое значение вы вкладываете? Потому что, ну, очевидно, что вы с ним не откровенны, а это значит, что вы прицеливаете какую-то цель. И я хочу знать, что это за цель. Может быть, вы таким образом, вот, как мой коллега сказал, что через этого мужчину вы просто пытаетесь, эээ, поднять свою самооценку, то есть, пока вы с ним, вам, как бы, хорошо, пока вы с ним, вам комфортно, пока вы с ним, эээ, у вас есть ощущение, что вы, ну, либо добиваетесь, эээ, чего-то большего, либо, эээ, можете добиться чего-то большего. Это, на самом деле, иллюзия и, самое главное, зависимость. И ведь вопрос в том, считаете ли вы, что отношения должны быть именно такими, какие они у вас? Так, эти месяцы урицало, эээ, расходы на рядовые, уходовые, эээ, траты одежды, это, увы, тоже не прошло незамеченным с его стороны. А почему, увы, почему вы, почему вы, то есть, эээ, ну, если вы, если вы, эээ, если вы в начале отношений, эээ, выглядели одним образом, а, эээ, в течение этих отношений вы стали выглядеть по-другому? Что, что разве не естественно, что молодой человек, ну, вот, как-то это, это заметил? Вы считаете, это не естественно, вы считаете, это неправильно, вы считаете, так не должно быть? Почему вы? Из-за чего, увы? А вы думали, что он не заметит или, или что? Мне стало казаться, что он постоянно кичится тем, кто хорошо зарабатывает, постоянно еще все-таки про неудачников, которые не могут заработать, потом рассказы, сколько он заработал. Сегодня мне это стало, как найдем по сердцу. В данном случае, это очевидная проекция, то есть, вы свои собственные переживания, которые, эээ, испытываете именно вы, да, видите, в другом человеке. Это у вас есть проблема, которую вы обозначили, эээ, еще, эээ, ну, вот, в самом начале твоего текста, когда сказали, что, эээ, не можете заработать, ну, много, когда, когда сказали, что, эээ, не добились больших успехов, вот, особых успехов. Вот. И, собственно, именно это и является тем, что вы проецируете сейчас на своего мужчину, по сути дела. То есть, вы, эээ, интуитивно, правильно говорите, интуитивно, что мне стало казаться, вам, эээ, вам действительно кажется, но у интуиции вашей есть, эээ, ну, основания. Эээ, вполне логичные основания. Основания такие, что вы неудовлетворены тем, что не можете заработать, а неудовлетворены вы по тому, по той, эээ, по той причине, что, эээ, считаете, это важно. То есть, вы уделяете заработку очень много значения, и вот, эээ, о том, почему это так важно для вас, и нужно разговаривать. То есть, в первую очередь, понимаете, какой момент, эээ, ну вот, как это видится мне, по крайней мере. Ну, ну вот, исходя из того, что вы пишете. Дальше. Дальше. Я в каждом разговоре с ним, эээ, со своим МЧ, чувствую себя неудачницей, даст найти, эээ, на подработку, за которой меня высмеивают. Ну, вы знаете, эээ, лично мне кажется, что, эээ, здесь у вас, эээ, сценарное поведение, то есть, вы, эээ, в своем молодом человеке видите, эээ, кого-то из ээээ, родительских фигур, эээ, ну, скорее всего. И, эээ, собственно, эти родительские фигуры, они, говорят вам, что вы должны идти на, должны идти на подработку, за которой меня высмеивают. То есть, я вам сказал, да, что, что, вот, факт высмеивания, это ваше восприятие, то есть, вы, эээ, сами себя принижаете. И, то, что вы должны, это, эээ, скорее, такой, знаете, депрессивный, подавляющий признак, то есть, вы никому не должны, но вы читаете, что вы должны. Ага, значит, финальным аккордом оказалось то, что я не смогла устроиться на новую работу после курса. То есть, я попыталась, проходило собеседование, но меня везде не взяли и других вакансий пока нет. Ну, мне бы очень хотелось бы, эээ, как-то, вот, разобрать с вами, почему, почему вас не взяли, эээ, что вы делали такого, что, что вас не взяли. На работу. Как, как вы себя вели на собеседовании и так далее. И, собственно, что для вас вообще это все значит? То есть, ради чего это все? Как это все, эээ, увязывается с тем, что вы говорите, эээ, я нормально зарабатываю для девушки. Ну, как это увязывается? Ага, молодой человек после, после всей этой ситуации стал чаще, ээ, подсмеиваться надо мной, что вот, я вот-вот складываю состояние подработки, что я, несомненно, очень складливый, но это звучит как насмечка. Опять же, опять же, опять же, опять же, опять же, эээ, это вы воспринимаете, эээ, это как насмечку, потому что вам больно. Потому что у вас есть осознание, что у вас есть представление о том, что вы должны, именно вы, эээ, должны, эээ, ну, эээ, много работать, вы должны зарабатывать. Вот. И, собственно, собственно, мне представляется ситуация такая, что именно вам нужно в первую очередь, да, чтобы понять, откуда взялись у вас, эээ, какие, значит, представ, треть, ну вот, ээээ, откуда у вас такие представления об этой эээээ, ситуации, то есть, ага. Откуда у вас такие убеждения, что ради молодого человека нужно работать, например? Так, эээ, мне отвратительно от себя, и я не знаю, куда вмешать и что делать. Ну, я полагаю, вам нужно вот, эээ, вам нужно перенаправить своё отвращение от себя на кого-то во мне, т.е. вот, кто заставлял вас делать такие вещи, кто заставлял вас работать, кто внушал вам, что работа, заработок так, это важно, кто увязывал чувства и доход, кто. Вот, я полагаю, я полагаю, что именно в этом аспекте нужно двигаться. Я всё больше чувствую себя нескочётным человеком, который просто выставил себя на подмечище, какой-то поперучкой рядом с успешным человеком. Ну, опять же, это не ваше представление, понимаете? Это некие ложные убеждения, которые вы взяли, которые вы интроектировали, что это прогласили, вот. Я полагаю, что вот ваше представление, ваше убеждение, в том числе и из семьи, скорее всего, именно в семье ваша проблема, вот, ваше представление из семьи требуется перерабатывать, перерабатывать, чтобы вы меняли свои экзистенциальные представления, чтобы вы приняли себя, чтобы вы любили, в первую очередь из себя, а потом из молодого человека, потому что, потому что, ага, посмотрите, вот, просто посмотрите, вы с этим мужчиной, да, и не потому что вы любите его, не потому что вы, ам, эм, эм, ну, цените его, эм, не потому что вы симпатизируете ему, вот, эм, эм, вы с ним потому, что он вам нужен для реализации своих собственных желаний. Вот. То есть, в нём вы, вероятно, видите себя. В нём вы, вероятно, видите себя идеальную. Вот. И поэтому вытётываете себя не за твердым человеком. Я уверен, что вытётываете себя и до него также. Мне кажется, что из-за этого наши пути расходятся, что у него есть какая-то картинка достойной девушки, а я в неё не вписываюсь, увы. Ну, вы действительно считаете, что отношения могут закончиться из-за того, что разные, ну, разные доходы? Вы действительно считаете, что отношения могут закончиться из-за этого? Вот. Вы действительно думаете, что если человек, ну, грубо говоря, вас любит, если человек вас ценит, если человек вас, значит, ну, как-то уважает, если человек видит у вас человеческие, чисто человеческие качества, да, такие как, ну, такие как любовь, такие как, значит, ну, уважение, симпатию, поддержку, вот, такие качества, как доброта, там, тепло, искренность. Доверие. Вот. Вы думаете, что главное в отношениях это что? Вот вы пишите, у него есть какая-то картинка достойной девочки, я в неё не вписываюсь. Ну, и что? Если он хочет, чтобы рядом с ним была богатая девочка, обеспечивающая сама себя девочка, то есть девочка с определённым социальным уровнем, это его право. Вы понимаете, что дело не в самом человеке здесь, а именно в социальном уровне. Вы понимаете, что вам нравится не сам человек, а его социальный уровень. Вы понимаете, что вы хотите быть не самим человеком, а с его социальным уровнем. Что ещё интересует вас в молодом человеке, кроме социального уровня, кроме дохода? А что интересует вас в себе самой, кроме социального уровня? Понимаете? Вот. Вот мне кажется, что это и является принципиально важным вопросом. Вы говорите, как обрести почву под ногами. И я вам отвечу на этот вопрос. Почву под ногами вы обретёте только тогда, когда определитесь со своими приоритетами. Понимаете? То есть до тех пор, пока вы мечетесь из стороны в сторону, а пока вы то в сторону дохода мечетесь, мечетесь, то в сторону того, что вы смирились со своим, ну, со своим недостаточным доходом. Да? Вот. То есть пока вы сами не знаете, с чего вы хотите, ситуация и будет складываться вот так, на мой взгляд. Понимаете? То есть чтобы обрести почву под ногами, нужно сказать себе, что для меня важно, ээээ, лично, лично для меня, что важно, именно для меня, и чего я хочу достичь. И не использовать для этого других людей, как это делаете вы сейчас. Понимаете? Не использовать мужчину, не использовать, эээ, кого-либо ещё. А, первое, делать то, что вы для себя считаете правильным, то, что вам нравится, то, что вы хотите, то, что вас устраивает. Вот. И, соответственно, эээ, свою экзистенциальную позицию, эээ, формировать и реализовывать. Потому что, ну, вот, пока что, а, я могу сказать, что, эээ, ну, вы, знаете, молодого человека используете как, как, эээ, средство какое-то для, не знаю, для, для доказательства того, что вы, там, действительно можете, что вы, действительно, эээ, справитесь, что вы, действительно, ээээ, можете зарабатывать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Такое ощущение, что вы пытаетесь, эээ, через молодого человека кому-то другому доказать. Может быть, своему отцу, который, ээээ, вас, ну, не принимал, который относился к вам, эээ, вот так же, как молодой человек, и так далее. И тогда уже нужно разбираться, именно, эээ, с, эээ, вот, как раз, эээ, с эээ, этими отношениями с отцом, либо, ээээ, какие-то другие, ээээ, факторы у вас могли быть, эээээ, что повлияли на такое вот восприятие. Восприятие себя, и восприятие, ээээ, ну, ээээ, мужчин, ээээ, вот, и достатка, и достатка, что немаловажно. Вот, с этим всем нужно разбираться, и, ээээ, тогда, я думаю, вполне вы сможете обрести почву под ногами. А, вот, другое дело, что это работа, другое дело, что это работа, и работа достаточно эээээ, серьезная, ну, вот. И весь вопрос заключается в том, хотите ли вы это делать, ну, хотите ли вы заниматься этим, хотите ли вы совершать эту работу. Ну, мне кажется, что вот именно так можно вам ответить на вопрос. То есть, необходимо разграничить отношение к молодому человеку, да, вообще просто, без денег, без работы, без каких-либо условий, и отношение к себе, к тому, почему вы относите себя к низкосортным людям, что вообще такое низкосортные люди. То есть, ну, вот, именно откуда там это разделение взялось, да, на низкосортные, высокосортные, что это за предрассудки такие, откуда они возделись. Вот. И, соответственно, учиться более такому ценностному, более уважительному отношению к себе, любить себя, принимать себя. И тогда вы сможете выстраивать отношения с другими людьми, понимаете. к вам относится так, как вы относитесь к себе. То есть, молодой человек, если он действительно над вами посмеивается, если он действительно это делает, вот, то, я думаю, что только потому, что вы, ну, глубиненные череда на себя так видите. И отсюда вся сложность, отсюда ваши проблемы. Вот. Если вы будете уверены в себе, если вы будете гордо нести себя, если вы будете гордиться тем, что вы можете зарабатывать немного, но при этом у вас есть личностные качества, что вы можете сделать мужчину счастливым, и так далее, и так далее. Когда вы научитесь видеть в этом ценность, тогда у вас все будет здорово, и ничьи картинки достойных девочек не будут вас волновать. На этом все. Я надеюсь, что Попо помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.